Добрый вечер. Я преподаватель Центра компьютерного обучения. Моя фамилия Гречка, зовут Елена Валерьевна. И, собственно, у нас сегодня такой небольшой вебинар, посвященный нашей с вами конкретной головной боли. Это я имею в виду новую форму 6 МДФЛ. Ну, с одной стороны, что должна заметить, вот сейчас я для того, чтобы показывать, у меня тут есть две базы. Вот последние обновления, которые были внесены разработчикам, в общем-то, дают возможность сказать, что программа ведет себя достаточно адекватно. Но, в общем-то, все равно есть моменты, которые стоит обсудить. Многие нюансы уже были учтены фирмой 1С, то есть это действительно замечательно. Ну, и давайте-ка сначала посмотрим на пример. То есть в частности. Вот база у меня небольшая, естественно, там просто есть несколько сотрудников. И сначала за первый квартал, за первый квартал у меня не было никаких изысков, то есть, в принципе, шел простой расчет зарплаты и не было никаких откладений. Соответственно, ну, я думаю, что я не открою ничего нового, если я вам напомню о том, что у нас 6 НДФЛ состоит из двух разделов. Вот сейчас открою, примерчик заполненный 6 НДФЛ. И, ну, в общем-то, титульный лист заполняется точно так же, как титульный лист для любой налоговой отчетности. И у нас есть два раздела. Есть раздел первый и есть раздел второй. Ну, начнем с того, что они заполняются, заполняются немножечко по-разному. То есть у нас с вами, по большому счету, нет никакой связи между первым и вторым разделом. То есть в частности, в частности, первый раздел здесь заполняется обобщенные показатели, причем по начислениям, а раздел второй здесь уже заполняются фактические показатели. Собственно, здесь очень важно, чтобы корректно стояли даты. Ну, собственно, в итоге получается, первое, что может влиять на корректное заполнение 6 НДФЛ, это просто элементарно неправильно указанные данные в том или ином документе. Ну, вот, как я уже сказала, в первом квартале у меня никаких отклонений, в принципе, здесь не было. Поэтому, вот смотрите, что получается. Раздел первый, сумма начисленного дохода 868 193 рубля с копейкой. Есть сумма вычетов налоговых, но в данном конкретном случае по некоторым сотрудникам введены вычеты на детей. Ну, и во втором разделе, вот здесь, на что стоит действительно обратить внимание. Здесь у нас с вами сумма несколько отличается. То есть, в частности, в разделе первом, что у нас отражается, ну, вот расшифровка предусмотрена, если я сейчас разверну, покажу, то у нас с вами общая сумма начислений равна, ну, вот, почти миллион. При этом, при этом, учитывается общая сумма начислений, общая сумма начислений, в частности, в частности, по каким показателям? Ну, вот, если я вот таким вот образом просто покажу, я думаю, это будет самый практичный вариант. Если я сейчас формирую отчет анализа зарплаты за первый квартал. Квартал за первый квартал по всем сотрудникам. Вот у меня итоговая сумма за первый квартал всего начислена. При этом, если мы сравним 6 НДФЛ, но уже сравним со вторым разделом, то тут вот четко совершенно видно, что сюда не попадает. То есть, первое, что не должно ни в коем разе смущать, это нормально, это абсолютно корректное заполнение 6 НДФЛ. Как я уже сказала, в первый раздел попадают все начисленные суммы. Во второй раздел у нас с вами попадают суммы, которые были удержаны. То есть, в частности, вот, посмотрите, у меня получается, что удержано было 538 193 рубля. Откуда эта сумма взялась? Да ведь я же в марте зарплату начислила. Вот я эту зарплату начислила. Но выплата уже будет непосредственно в апреле. Значит, эта сумма у меня должна попадать именно в апрель месяц. И здесь я ее никоим образом не увижу, поскольку выплата будет идти уже во втором квартале. А значит, сумма будет отражаться в 6 НДФЛ за полугодие. Ну и, в общем-то, в настоящий момент, опять же, нам налоговая инспекция с вами спускает пресловутые контрольные соотношения. Они в программе в 6 НДФЛ открываются через кнопку проверка команды проверить контрольные соотношения. Ну, в моем случае, как видите, отчет был сформирован сегодня. И программа говорит, что не выполнено одно единственное соотношение. Если я открою все остальные, то, как видите, вот сумма и начисленного дохода как раз больше или равна сумме налоговых вычетов. То есть это один вариант проверки. Далее у меня выполнены, опять же, соотношения, когда сумма исчисленного налога должна быть равна разнице суммы начисленного дохода, суммы налоговых вычетов, деленной на ставку налога. Ну и, наконец, сумма исчисленного дохода должна быть больше или равна сумме фиксированного авансового платежа. Ну, в данном случае он у меня равен дивной цифре 0, что тоже, собственно говоря, способствует выполнению контрольных соотношений. Ну, а если серьезно, в общем-то, действительно, как видите, единственный вопрос, ну, поскольку у нас семинар протекает сегодня, а учебную базу я, естественно, готовила в текущий момент, то ошибочка идет только одна, то что программа формирует мне вот этот отчет текущей датой. То есть если говорить о том, что дата подписи у меня будет, например, 31 марта 2016 года, и, соответственно, я скажу, что мне нужно проверить контрольное соотношение, то, как видите, никаких ошибок в программе, программа на сей раз уже не обнаруживает. То есть здесь в настоящий момент все корректно заполнено, но, подчеркиваю, в первом квартале никаких изысков не было. Что дальше? Дальше второй квартал, и у меня в качестве примеров уже, собственно, введены в частности некоторые документы отклонения. То есть в частности, вот, обратите внимание, у меня в апреле был введен документ больничный лист. Это раз. Это раз. Во-вторых, и выплата по больничному 5 мая. Дата выплаты, зарплата 5 числа в следующем месяце, и, соответственно, вот она выплата. Во-вторых, что еще у меня непосредственно во втором квартале? Там есть еще один больничный лист, больничный лист переходящий, то есть сотрудник заболел в мае, и, соответственно, вышел в июне, и вот он, опять же, как видите, есть НДФЛ. Обратите внимание, что дата стоит вот в расчете НДФЛ, именно дата перечисления в частности. Плюс еще, плюс еще, что у нас здесь вот в мае имеет место быть? Что в мае имеет место быть? В мае есть, простите, в мае, не в мае, в июне есть премия, которая была начислена сотрудникам и тоже выплачивается с зарплатой, и в июне есть очень любопытный документ отпуска. Ну, сначала о тех документах, которые я перечислила, ну, то есть поговорим обо всем, кроме отпуска. То есть, в частности, если мною будет формироваться 6 НДФЛ за полугодие, что мы с вами видим, в частности, здесь. Раздел 1 попадают, опять же, то же самое, все начисленные суммы. Также отражается сумма удержанного налога, ну, исчисленного и удержанного налога. Количество физлиц программа высчитывает сама по базе. Теперь проверяем раздел 2. А вот здесь уже достаточно большое количество любопытных вещей. В первую очередь просьба обратить внимание, что непосредственно во второй раздел попала пресловутая мартовская зарплата. Поскольку у нас выплата шла в апреле месяце, соответственно, дата перечисления налога тоже у нас с вами апрельская. То есть, вот оно попало. Дальше попала зарплата апрельская. Здесь само собой. Плюс еще, посмотрите, у нас сюда же попала выплата по больничному листу. Больничный был начислен в апреле, но выплачен в мае. Исходя из этих соображений, что у нас с вами получается? Значит, в частности, когда речь идет о больничных, то у нас с вами по дате выплаты исчисляется, в том числе данные участвуются для 6 МДФЛ. И в нашем конкретном случае, как видите, вот она сумма по больничному плюс МДФЛ. Еще имеет место быть как раз пресловутое начисление зарплаты за май и выплата 5 июня. Ну и плюс, вот они, 18 тысяч. Ну, собственно, если мы посмотрим, то это у меня два договорника. Значит, что любопытного в нашем случае будет? Ну, в первую очередь. И что здесь вот добавилось? С больничным листом, как видите, программа поступила абсолютно адекватно. Здесь никаких проблем не возникает. Что с договорниками? Вот с договорниками тут отдельная статья. И очень многое будет в настоящий момент зависеть от того, как мы указали дату выплаты. То есть, в частности, вот у меня в мае месяце есть документ по начислению зарплаты, и там, как видите, два договорника. По обоим договорникам дата выплаты дохода сейчас стоит 5 июня. Но разница заключается в следующем. Разница заключается в следующем. Один договорник, посмотрите, был принят на условиях оплаты по актам выполненных работ. А соответственно, учитывая то, что у нас с вами может быть поэтапная сдача актов, дата может быть в акте любая. А вот по второму договорнику способ оплаты указан в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами. Что тогда получается в данном конкретном случае? У меня начисление зарплаты в обоих случаях стоит, в частности, дата выплаты 5 июня. Вот здесь постановка вопрос какая. Значит, если договор заключен на условиях оплаты в конце срока с ежемесячными авансовыми платежами, то начисление по договору ГПХ программа делает автоматически и автоматом ставит дату выплаты, совпадающую с датой выплаты зарплаты. А вот с договорами по актам тут не так все просто. То есть, в частности, вот сейчас покажу прямо. Акт приемки за май. Посмотрите, здесь вот я указала дату выплаты 5 июня. При этом, естественно, дата вот эта вот у меня, она может быть абсолютно любой. Ну, не знаю, хулиганство чистой воды, конечно. Но все-таки, если вдруг у меня такая постановка вопроса возникнет, то это приведет к весьма-весьма неприятным последствиям. То есть, в частности, что у меня может получиться в этом конкретном случае? Ну, вот я не знаю, если я ее сейчас перезаполню. И, соответственно, мне надо перезаполнить ведомости. В частности, получается достаточно любопытная история непосредственно в каком случае. Ну, сейчас, к сожалению, здесь не очень удачно. Здесь лучше бы, конечно, просто... Наверное, сейчас мы сделаем немножко иначе, если я создаю новую, 6 НДФЛ, чтобы у меня уже не мучиться со всеми этими перечислениями. Вот, посмотрите, программа заполнила в регистрах мои вот эти вот изыски. И показывает мне вот эту сумму, соответственно, 18 тысяч. 10 по Чичикову, 8 по Собакину. Ну, за счет того, что я некорректно повела себя, в частности, в частности, исправив только в договоре, вот у меня стоят акты, да, и я исправила дату выплаты только в акте. Ну, в общем-то, ни к чему это пока не приводит. Значит, теперь я все-таки перезаполняю документ по начислению зарплаты. Ну, повторяю, хулиганство чистой воды. Ну, посмотрите на сервис, у меня дата выплаты 1 июня. Соответственно, к чему это приводит дальше? Вот если мы теперь посмотрим на 6 НДФЛ за полугодие, посмотрите, что получилось. Вот абсолютно такая вот, мягко говоря, странная реакция программы, то есть вот в моем конкретном случае, за счет того, что, ну, здесь сразу уточню, что, в общем-то, еще раз повторяю, что это хулиганство чистой воды, так делать ни в коем случае не стоит. В общем-то, благо, это не живая база учебная, могу себе это позволить. Но все-таки, все-таки, во-первых, мы с вами помним о том, что документы, документы заполняются последовательно, и у нас есть вполне определенная последовательность действия. Это раз. Во-вторых, любое изменение, оно отражается, отражается в 6 НДФЛ, и ориентиру программы идет на дату. То есть вот как только, как только я все-таки корректно перезаполнила документы, то есть указала не только дату выплаты, другое в акте приемки, ну и плюс перезаполнила документ по начислению зарплаты, поскольку именно здесь у нас с вами, вот она учитывается, дата выплаты. И плюс еще, плюс еще, естественно, естественно, перепровела ведомость по выплате зарплаты. И вот у меня теперь 6 НДФЛ выглядит вот таким вот образом. То есть по договорникам, что мы с вами должны помнить, что у нас с вами, у нас с вами учет идет непосредственно по дате выплаты. По дате выплаты. И исходя из этих соображений, все-таки я бы сказала, что действительно безумно важно, безумно важно, вот этот вот показатель учитывать, безумно важно учитывать вот этот показатель. Сейчас я верну обратно, чтобы показать, опять же, 6 НДФЛ в нормальном виде, и чтобы можно было уже акцентировать внимание на немножечко других вариантах. То есть с договорниками всегда, особенно если это сказано по актам, всегда обращайте, пожалуйста, внимание на дату выплаты. В противном случае нам никто с вами не гарантирует, что 6 НДФЛ будет заполнено корректно. По договорникам учет идет именно непосредственно по дате выплаты. Это первое. Еще что у нас с вами здесь, ну вот вернула все обратно, еще что у нас с вами здесь может быть любопытно. Значит, у меня, у меня в этой вот моей базе, в частности, есть отпускник. Отпускник есть в июне месяце. Это вот некий сотрудник лихачу. Вот у него с отпуском приключилась очень любопытная ситуация, которая, в принципе, имеет место быть в некоторых организациях. Это абсолютно нормальная ситуация. То есть, в частности, посмотрите. Лихачев уходит в отпуск с 1 июля, помятуя о том, что я должна ему начислить не позднее, чем за 3 дня. Я ему сделала начисление отпускных. Дальше, то есть начислила и, естественно, выплатила. Дальше, в организации, в организации была начислена премия, но она была начислена 30 июня. Исходя из этих соображений, что получилось у меня, почему вот после того, как я сделала дальше выплату, программа требует перезаполнить сведения о среднем заработке. Это связано с тем, что вот в данном конкретном случае, как видите, премия не вошла в расчет, хотя должна бы войти. Ведь у нас с вами средний заработок считается, если он в отпуске с 1 июля, то у нас, естественно, сведения по июню должны быть учтены при расчете среднего заработка. Исходя из этих соображений, что тогда получается? Вот здесь вот есть такой достаточно неприятный момент. И здесь я бы сказала, что все-таки нужно сделать однозначно корректно. Вот после того, как была начислена премия, программа, естественно, сориентировалась и выдала вот это вот милое предупреждение о том, что надо перезаполнять сведения о среднем заработке. При условии, что я уже сделала выплату, и плюс еще у меня получается, что выплата была сделана в июне, это у нас первое полугодие, а дальше-то как быть в этом случае? Вот корректно все-таки будет поступить следующим образом. По крайней мере, это вот именно непосредственно рекомендация разработчиков. Если у нас с вами такая ситуация происходит, то явно мы людям недоплатили. Ну вот в моем случае, или хочу, неправильно сделан расчет отпускных. Как поступить далее? Сейчас я вот прямо удалю и покажу еще разочек. Премия была начислена в конце месяца, выплачена вместе с зарплатой, и я хочу вместе с выплатой зарплаты учесть как раз вот эти вот изменения в среднем заработке. Значит, с одной стороны, теоретически я могу просто-напросто сказать, что мне требуется пересчитать документ, программа сделает перерасчет, но это катастрофически неверно, исходя из каких соображений. Ведь он у меня доход уже получил в июне, а учесть, как я уже сказала, я это хочу в июле одновременно с выплатой премии и прочего. Как будет сделать правильно при условии, что мы с вами работаем в 1С? Вот здесь однозначно один единственный вариант будет коррекция. Это если я буду вносить исправление через кнопку «Исправить». В этом случае смотрите, что будет происходить. В документе... Что, не видно ее? Так, сейчас я попробую как-то вот поднять. Сейчас. Подскажите, а в зубе есть такая возможность? В каком зубе? В 2С. Это зуб тоже. Я поэтому это только, это третья. А, у нас вторая. У вас во второй зарплате тоже есть кнопка «Исправить». Однозначно, совершенно, как только вы закрываете период, у вас в документах расчетных появляется кнопка «Исправить». В кадровых документах в редакции 2.5. Кнопка «Исправить» присутствует независимо от обстоятельств. А в расчетных только после закрытия периода, после смены рабочей даты. То есть как только вы ее успеете, пока расчетный период не закрыт, у вас кнопки «Исправить» нет, и подразумевается, что вы можете просто спокойно исправлять документ, как хотите. То есть вот в текущий период изменения могут быть любые. А если мы говорим о том, что вот уже выплата сделана, да, период закрыт, и хотим, чтобы это было корректно, значит, так видно исправить? Да, щелкаем по ссылочке «Исправить». Программа в отдельном окне, сейчас я все-таки разверну на весь экран, в отдельном окне открывает копию. Ну, я, естественно, уже поставлю дату, которая мне нужна. Я вот сказала, что 5 июля я буду это учитывать. Соответственно, вот этот период отпуска, то есть программа через кнопку «Исправить» подтянула все сведения, но обратите внимание, вот оно, она автоматически сделала перерасчет. То есть если вот сейчас я покажу, в первом случае, без учета вот этой самой пресловутой премии, было начислено 45 804 рубля 92 копейки. И средний заработок был посчитан вот из расчета базы 1635 рублей 89 копейки. Вот он, соответственно, НДФМ. Теперь вот в открывшейся копии у меня, получается, программой был сделан перерасчет. То есть в частности, обратите внимание, учтены изменения среднего заработка, теперь он уже 1649 рублей 31 копейка. И на сей раз увеличилась сумма начислений. Ненамного, но увеличилась. А значит, еще должен быть удал дополнительно удержан НДФМ. Если мы посмотрим, что происходит в этом документе, вот в данный конкретный момент, то в частности, посмотрите, пересчет прошлого периода. Программа просто сделала мне сторону, красная сторона, знакома всем. В 2.5 та же самая ситуация. Только у вас это все будет на одной закладке, там даже понагляднее я бы сказала. Вот, то есть программа старнировала запись и сделала заново с учетом изменений. Что у нас с вами дальше получается при такой постановке вопроса? Если теперь я проверю, значит, что получается, да, вот сейчас я опять подниму повыше, когда я исправленный документ провожу, когда я исправленный документ провожу, то вот он у меня имеет место быть, да, у меня все изменения уже включаются, как видите, в июль. Июль, повторяю, подразумевает ситуацию, что месяц июня у меня уже все-таки закрыт. То есть это корректно раз. Во-вторых, оригинал документа блокируется, это два, то есть исправления никакие в нем недопустимы. Ну и что самое главное, вот при такой постановке вопроса, при такой постановке вопроса, у меня в 6 НДФЛ получится, сейчас прям вот покажу, за полугодие, смотрите, здесь вот как была в частности ситуация, так она и есть, она не изменилась. То есть вот на что хочу обратить внимание, в частности, вот тут отпускной у Лихачева у меня 45 тысяч и начислены они были в июне. Исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, что для нас с вами актуально сейчас, если я теперь открою 6 НДФЛ за 9 месяцев, за 9 месяцев, то вот здесь вот уже имеет смысл мне как раз и посмотреть, что же происходило. В первую очередь, на что надо обратить внимание, значит суммы в 6 ДФЛ и по отпускным, и по, в частности, по больничным, попадают по дате выплаты. Это раз. Во-вторых, во-вторых, вот у меня вот эти самые дорожайшие 49 рублей. То есть вот изменения были учтены, причем, как и положено, все это было учтено отдельным блоком. То есть здесь... Извините, отпускные уменьшились, то значит у нас будет минус, когда в жизни как-то будет. Только нет, у вас... Давайте сделаем так. Сейчас я просто покажу. Это, опять же, только так делать в жизни нельзя. Это хулиганство, честь и в воды. Но здесь... Здесь почему именно так, а не как иначе? Вот когда мы говорим с вами о работе в программе, когда говорим о работе в программе, то у нас... Сейчас я все лишнее просто закрою. У нас с вами постановка вопроса выглядит следующим образом. Исправления, исправления, корректные, они допускаются только в каком случае? Если, если мы используем вот эту ссылку «Исправить», если используется ссылка «Исправить», и никак иначе. То есть в частности, вот у меня Лихачев в июне здесь не было учтено... Вот он пошел на 28 дней, не было учтено в связи по среднему заработку. Ведь если он, допустим, у меня... выйдет раньше из отпуска, будет отозван силу производственной необходимости. Я же буду действовать все равно по тем же самым правилам. То есть в частности, в частности, мне, для того, чтобы это отразить корректно, нужно будет точно так же открыть документ отпуска, нажать на ссылку «Исправить». А у вас в 2.5 кнопка «Исправить». Суть от этого не меняется. Так, я вот возьму уже сделанные документы. Ну, чисто гипотетически. Вот вышел он у меня раньше, там было отозвано из отпуска, по 25-е погулял и вышел. Значит, что тогда? Я уже вот в этой открывшейся копии дату поставлю, но в моем случае 25-е, 07-е, когда стало известно о том, что человек отзывает из отпуска, я укажу соответствующие строки, и программа точно так же сделает перерасчет. Точно так же она сделает перерасчет. То есть вот эта технология, на самом деле, через кнопку «Исправить» она отработана очень давно. Очень давно она тянется уже с незапамятных времен. Ну и, в общем-то, как показывает практика, вот вариант «все отменить» и «сделать заново», он идеален при условии, что вот эти изменения, они входят и включаются именно в текущий период. В прошлый период мы уже с вами не имеем права дергать со всеми вытекающими последствиями. То есть, значит, программа сделает вот этот перерасчет НДФЛ. Соответственно, далее, далее. Так, вот сейчас только единственное, будет не очень удачно, мне придется тут кучу документов перезаполнять. Вот, вот в июлье. Так, это у меня вот июньский отпуск, да? Июньский. А, соответственно, вот у меня июльский. Да, когда их много открыто, это не есть хорошо. Значит, что тогда получается? Все изыски будут учтены при окончательной выплате, то есть, в частности, в частности, начисление зарплаты за июль. Мне надо перезаполнить, исходя из каких соображений? Исходя из тех, что, в частности, мой лихачев все-таки из отпуска выйдет раньше, значит, за эти дни ему положено, что начисление зарплаты. И мне ему, так, этот мы сейчас закроем и проверим. Дата выплаты будет тогда, соответственно, 5 августа, чтобы мне показать. И вот в этом случае что получается? Значит, повторяю, начисление зарплаты надо будет перезаполнить, с учетом того, что он вышел раньше на работу, чтобы программа это учла. Ну и в выплате, в выплате уже окончательно будут учтены вот эти самые изменения. То есть, в частности, сейчас я вот перезаполню зарплату за июль. И дальше уже опять это должно найти отражение непосредственно в 6-НДФЛ. Вот у меня, смотрите, отпускные. Видите? И вот у нас такая постановочка вопроса имеет место быть непосредственно связанная с изменениями. То есть, дальше это все уже отражается в 6-НДФЛ. Просто при окончательном расчете, вот если мы с вами хотим, повторяю, чтобы было корректно, здесь вот, я думаю, все-таки актуальный мой первый пример с перерасчетом среднего зарплата. Потому что мы же должны ему доплатить отпускные. Должны. Доплатить, понятно. А если наоборот он отстанет должен, когда получается в 6-НДФЛ у нас будет минус? Нет. Может быть такое, что достанется должен. Если, например, у него сделанная оплата труда. Там за прошлый год он получил большую зарплату, например, за удаленность, который не рассчитывали, там он получил 2 рубля. Соответственно, мы ему отпускные заплатили больше, чем он заработал. НДФЛ тогда будет 2 рубля больше, чем при перерасчете, при исправлении. Как это в этом случае? Так, погодите. Вы сами себе противоречите. Как НДФЛ вы удержали больше, если вы говорите, что он должен? Вы НДФЛ удержали меньше, наверное, чем должен. Если вы удержали больше, значит вы ему должны, правильно же? Или мы с вами о разных вещах говорим? Если вы удержали больше, значит это вы ему должны. Да, мы переплатили за отпуск, предположим. Это начислили больше. Да. Вы все равно будете, то есть у вас, смотрите, вот у вас вот здесь, вот в этой части, все равно будет всегда одна и та же постановка вопроса. Ну я не знаю, давайте так, здесь не очень удобно. Просто давайте так, я договорю, а потом вернемся. Потому что это еще не все, и как раз можно будет и посмотреть, просто мне не очень хочется вот эту вот 9-месячную примучивать со своими цифрами. Вот. А здесь у меня просто еще кое-что есть важное. А что там, там никаких изысков? Там никаких изысков абсолютно нет. Есть варианты, можно выплатить премию и удержать это ДФЛ и заплатить. Есть, если вы выплачиваете эту премию в аванс, можно закрыть глаза и сказать, что это аванс. Налоговая считает, что нельзя закрывать на это глаза, и что премию вы должны учитывать по дате выплаты. Вы должны учитывать по дате выплаты. Однозначно. Но давайте вот просто иногда, чтобы меня вот эту не мучить, я договорю и просто тогда посмотрим. Это же никаких проблем не составляет. Вот к моему пока разговору. По поводу среднего заработка. Вот это вот, я считаю, момент все-таки достаточно важный. Потому что премия должна попасть в расчет среднего, значит, мы должны сделать доплату. Еще что-то любопытного хотелось показать, но в основном, да, вот сейчас вот период отпусков, видимо, поэтому, да, большую часть моих премьеров получилась как раз именно на отпусках. Вот еще один очень любопытный вариант. Это, смотрите, у меня сотрудник-коробочка, она взяла отпуск один день. Неважно, по какой причине. Благо, программа позволяет это великолепнейшим образом сделать. Но дело в том, что у нее, у нее есть вычеты. Вот я как раз вела вот на двух детей, то есть это сумма в размере 2400. А, соответственно, итог получается какой? Посмотрите, в этом случае, в этом случае у нее НДФЛ удерживаться не будет, потому что сумма вычетов превышает сумму начисления. И тогда, тогда вот каким образом выглядит, выглядит заполнение второго раздела 6 НДФЛ. То есть вот у нас дата фактического дохода, сумма фактически полученного дохода. В 110 и 120 строках указываются нули, ну, дата 000, просто она в программе не пишется. И, соответственно, 140 строка, здесь у нас с вами сумма тоже не указывается. То есть вот еще один вариант, который может быть, если превышается сумма вычетов. Вот такая вот может быть постановка вопроса. Поднимите еще раз, там и давно не подставляется, да? Нет, она и не должна подставляться. Это то, что, опять же, рекомендует методист 1С, причем это все уточнялось в налоговой, и по рекомендации, собственно, была сделана вот эта реализация. Кстати, вот еще с НДФЛ, например, налоговая инспекция, при условии, если у нас идет выплата по банковским картам, они, например, настоятельно рекомендуют дату перечисления уплаты НДФЛ, да, и дату перечисления на карту, делать, точнее, перечисление НДФЛ и перечисление на карту одной и той же даты. Здесь, кстати, вполне логичный подход, я полностью согласна, то есть вот из чего исходит налоговая инспекция. Они говорят, что вот мы, к примеру, 1-го числа перечислили платежку с банковатами, но у банка свои нюансы. Бывают, когда деньги там, денек, другой, да, а мы об этом никоим образом, в принципе, и не узнаем. Исходя из этих соображений, вот чтобы не было лишней головной боли, налоговая инспекция как раз и рекомендует, то есть они говорят, что вот платежку подали, и прямо вот тут же перечисление НДФЛ. Все. То есть это, ну вот, как бы рекомендация непосредственно налоговой, которая... Я вижу на того, как банк... Да. То есть здесь вот банк может там с деньгами там происходить все, что угодно, это мы оставляем за бортом, но вот настоятельная рекомендация именно вот сотрудников НС заключается в том, что если перечисление на карту, то есть с кассой как было, так и осталось, да, вот у нас с вами выплатили 3 рубля, значит, не позднее завтрашнего дня мы должны с вами все. Вот. А с банком здесь есть вот, как вот считают налоговики, есть одна тонкость. То есть вот что там происходит, нас уже меньше всего касается. Но чтобы потом не было нареканий, не было нареканий, они рекомендуют все-таки, все-таки это делать одной датой. И то же самое касается вот непосредственно, почему вот вопрос еще возникает, какая постановка вопроса, когда у нас с вами выплата зарплаты приходится на пятницу, значит, налог мы должны перечислить. Да. А следующий день выходной, значит, та же самая постановка вопроса. Одним днем. То есть здесь других вариантов просто быть не должно категорически. А то, что мы сдавали вот первый и второй квартал, так как это было разъяснение предварительное, то есть мы делали так, как это положено. Ну, как вот в инструкции, что в понедельник нас умели пересдавать, не пересдавать. Нет, а кто вас заставляет? Нет, понимаете, просто это вот, я говорю, это вот последняя рекомендация налоговой. В принципе, они говорят, что, ну, планируется как бы разъяснить на письмо очередное на эту тему. Но пока это вот на уровне рекомендации. Именно рекомендации. У нас с вами вот в налоговике, я даже, да, вот вспомнила вот это вот очередное разъяснение Федеральной налоговой службы по поводу вот этих дат, потому что у нас с вами вся головная боль, она из-за дат, конечно же. И получается у нас с вами тут вот такая вот постановка вопроса. Ну, повторяю, вот рекомендации, именно рекомендации налоговиков, все-таки, все того, что там что-то там в банке неизвестно, там и так далее, и так далее, вот, то все-таки рекомендации такая НДФЛ той же датой, что и платеж пошел. И тогда лишней головной боли не будет. Ну, здесь я не знаю, я вообще сторонник того, чтобы не было лишней головной боли, исходя из этих соображений, все-таки, как-то, мне кажется, эта рекомендация не так уж и плоха. Еще вот здесь у меня любопытный пример, но вот тоже вопрос, опять же, спорный. Это все те же отпускные, да, все как всегда. Значит, вот в третьей редакции есть вот такая любопытная опция в документах, то есть, в частности, если у меня человек идет в отпуск не с начала месяца, я могу этим же документом посчитать ему зарплату и выплатить. То есть, вот у меня, у сотрудника Плюшкина, как видите, ситуация выглядит именно следующим образом. Если посмотреть по начислениям, смотрите, вот, попадает отпуск, попадает оплата по окладу, а вот если мы посмотрим НДФЛ, вот тут очень интересная картина получается. Дело в том, что, опять же, 1С придерживается все-таки постановки вопроса, их методисты, вот методисты 1С, а здесь должны сказать, что вот к чести разработчика они всегда очень четко вот эти моменты отслеживают. По зарплате все-таки у нас с вами идет как раз, да, я как раз вот вспомнила про вот это разъяснительное письмо, дата фактического получения дохода на основании статьи 223 НКРФ, правильно? Это у нас с вами получается вот по зарплате дата идет последнее число месяца. И, соответственно, по отпускным это непосредственно дата получения дохода, то есть в моем случае это дата выплаты, поскольку, подчеркиваю еще раз, вот 6 НДФЛ, когда заполняется больничные отпускные, это все идет по дате выплаты. В итоге вот смотрите, какая красота получается. Значит, по отпускным у меня дата фактического получения дохода 1 июля, дата удержания 1 июля, вот программа про оставила мне суммы, и, соответственно, вот она вот эта вторая часть. Вот они, пресловутые 210 рублей НДФЛ, зарплаты начисленные одновременно с отпускными, и выглядит, как эта вот картина немножечко непрезентабельна. Непрезентабельна. Я бы даже сказала абсолютно. Но здесь опять же, понимаете, постановка вопрос двоякая. Если, причем вот я уже вот сколько смотрела, спрашивала тоже вот как-то, мне не разнятся. С одной стороны, вот то, что дата получения дохода, фактического получения дохода 31 июля, это у нас с вами программа ставит, опираясь на разъяснение ФНС, то есть что бы ни происходило. С другой стороны, значит, вот у меня пошла дата удержания налога 1 июля, но и срок перечисления, помните, у нас подпусков до конца месяца. Значит, что тогда получается в этой жизни? Есть еще одна позиция, что считается, что если вот эта вот зарплата, да, вот ее кусочек, был начислен, точнее, вот фактическое получение 31 июля, что насколько правомерно мною удержание налога 1 июля. Ну, у нас законодательно вообще понятие аванса, оно такое отсутствующее. Ну, подчеркиваю, здесь вот как бы, я говорю, вопрос спорный. Если подходить с позиции некоторых налоговиков, я не имею права удерживать налог, поскольку у меня дата дохода будет, по сути, через месяц. Здесь программа ведет себя вот таким вот образом. Ну и, в общем-то, варианты какие? Я не знаю, мое мнение, но тут, в принципе, опять же, здесь вот предусмотрена возможность какого рода. Я могу зайти в расшифровку по НДФЛ и все-таки вот эту дату исправить руками. Ради Бога, ради Бога. На отпускные, вот они, видите? А дальше вот нечто неудобворимое. Дело в том, что если мы с вами вот посмотрим, то получается все остальное, то куды пошло? Ну, то есть, в частности, вот это вот отпускные, правильно? Здесь я у себя, у Клюшкина, исправила, сказала, что у него по зарплате, по зарплате, вот она, дата получения дохода, 1 июля. И при заполнении, при заполнении, вот посмотрите, что происходит. Я тут вообще 1 июля не вижу. Вот, ну, перезаполняю. Здесь, знаете, вот такая головная боль получается. Головная боль, кстати, достаточно приличная. В каком плане? Во-первых, документы связаны между собой. Исходя из этих соображений, исходя из этих соображений, перезаполнять надо, естественно, абсолютно все. Это раз. Во-вторых, есть еще одна такая незадача, есть еще одна такая незадача, что любой наш документ, любой наш документ, когда мы с вами, где у меня этот, Клюшкин, вот он, когда мы с вами его оформляем, он делает движение по регистру, из которого, собственно, 1С потом и берет данные. И вот с этим регистром, с этим регистром вообще нужно глаз-до-глаз. Вот у нас с вами есть регистр накопления, то есть, если корректно, на самом деле, вот проверяли, вариант нормальный будет один, отменить проведение документов и сделать заново. Благо, здесь как бы это все-таки предусмотрено, а берет она сведения, вот у нас с вами есть регистр, в частности, расчеты налогоплательщиков с бюджетом РФ. Вот он. Вот он, вот он, вот он, вот он. И если я сейчас вот отберу по Клюшкину, то вот они те самые даты, кстати. Не позднее такого, не позднее такого. Видели? Вот оно. То есть, вот когда я сделала Клюшкину начисление, вот сейчас покажу, вот я ему 1 июля сделала начисление у отпуска. Что мне сказала программа? Она мне сказала, что вот будет 2 строки. Видите? Значит, с плюсиком, вот она 1155, вот они 210 рублей. Далее, далее. Когда я сделала выплату, выплату по Клюшкину, соответственно, что опять же мне сделала программа? Она мне сделала такую же запись в регистр, но уже со знаком минус. То есть, здесь вот такая вот получается постановка вопроса. И получается, что когда мы с вами вот здесь вот разносим, разносим, уточняем, что вот это было 1 июля, 6 НДФЛ формируется не совсем адекватно. То есть, в частности, некорректно проставляется сумма получения дохода. Вот в чем дело. А это уже как бы тоже не есть хорошо. Здесь вот какие-то моменты, то есть вот здесь вот я, кстати, полностью согласна с Мариной, что все-таки, вот мое глубокое убеждение, не надо в документе ставить вот эту галку расчет зарплаты. В принципе, как у вас, то есть это сделать как положено, отдельными документами, жить долго и сейчас. Тогда это будет действительно сделано нормально. В остальных случаях, ну вот здесь повторяю, до сих пор позиция двоякая. Вот в частности, в частности, вот в части отчетности и отношения налоговой инспекции вот к этим вот изыскам, которые я вам перед этим показывала. Сейчас вот все перекурочишь, потом вернуть как-то вот назад не очень комфортно быстро, конечно. Вот к этим вот изыскам. Это все получается уже как-то неэстетично звучит. Но вот в моем случае, даже вот то, что я исправила, сказала, что дата получения дохода 1 июля, вот все мои перезаполнения, при условии, что я перепровела документы, как видите, оно все равно ни к чему хорошему не привело. То есть в частности, в частности, у меня вот дата получения дохода 1 июля присутствует вот только в одном месте. Это вот как раз вот с отпускных. И вот она у меня сумма, и вот он налог. Видите, что получается? Нехорошо получается. То есть вот спорный момент, очень спорный. То есть хочу я, конечно, я рассчитаю, там программа мне все позволит, но упираемся. Вот я говорю, вот с одной стороны было разъяснение, с другой стороны вот программа, в настоящий момент делает вот такую вот достаточно нелепую вещь. А итог, итог получается у нас с вами немножечко плачевный, в том плане, в том плане, что мы дальше с вами вот наблюдаем какую-то полубезумную картину, полубезумную картину именно в 6 НДФЛ. А вот это уже, соответственно, по-моему, как-то вот не есть хорошо. Я уже его тут поперезаполняю. Сейчас 580... Апс, это у нас июнь. По 583 раза. И получается нечто неудобоваримое. То есть вот еще один нюанс, который имеет место быть в нашей программе. Вот я вернула все обратно. Видите, вот она получается, вот такая постановка вопросов. Так, еще чего у нас имеет место быть? Ну вот в частности, по начислениям, по начислениям, ну просто здесь, чтобы показать, что программа себя ведет адекватно, у меня тут есть еще парочка документов. То есть в частности, смотрите, я начислила материальную помощь. Дата выплаты 9 сентября, 10 тысяч. Как это отражается в 6 НДФЛ? Абсолютно четко. Вот моя материальная помощь, как видите. Вот она у меня была начислена. Соответственно, фактически удержанный срок перечисления налога, вот он имеет место быть. Ну и вот здесь, кстати, обратите внимание, 9 сентября у нас с вами пятница, поэтому 120 строка стоит 12 сентября. Ну, в данном случае тоже перейдите на 9, чтобы налоговую, как вы говорите? Ну, они пока, вот я говорю, это на уровне рекомендации. Пока это на уровне рекомендаций, вот как видите, в программе автоматизирована именно классическая постановка вопроса, ведь к чести 1С, они пока что-то законодательно не утверждены, но они изменения в программу не включают. Но как только вот какие-то разъяснения были, вот как я вам показываю, вот на примере с отпуском, когда вычеты превысили сумму, здесь, в общем-то, рекомендация 1С учла, и здесь все исполняется корректно. А вот еще сейчас покажу, то есть здесь вот, я не знаю, пока нам с вами это в письменном виде, я думаю, если мы оставим, никакого криминала не будет. Вот. И еще есть моментик, опять же, по НДФЛ, то есть в частности, смотрите, вот сейчас покажу, в августе я еще и дивиденды наваяла. Ну, тут тоже все нормально, не переживай. То есть в частности, вот, сказала, что 30-го, дата выплаты у меня пошла принципиально 31-го, это мое личное дело, правильно же? Вот. И, соответственно, если мы с вами посмотрим, и здесь вот сумма, как видите, 10 тысяч, ага, вот, соответственно, если мы с вами посмотрим 6 НДФЛ по этим пресловутым дивидендам. Сейчас, секунду. Я уже ее столько раз поперезаполняла, что у меня в итоге ничего уже приличного. Можно походить вопрос? Не было. Да. У нас на дивиденды, у нас проценты по займу, у физлица, у нашего собственника. Вот он. Есть смысл ввести их в зарплате, потому что пока счастливые идут, но вот вот и проценты, то есть НДФЛ не ввлекает, чтобы потом, там, в конце уж, когда будут выплачиваться проценты, или потом просто руками забить и все. Вы учтите, что у вас же, собственно говоря, получается же, что если у вас зарегистрировал займ, правильно, то значит тогда у вас удержание, идет документ по начислению зарплаты. А, соответственно, программа именно оттуда будет тянуть данные. Вот. И если у вас только начисляются проценты, нет никаких удержаний, то она вам ничего лишнего не сделает просто-напросто. Здесь как раз вот нормально, вот она у меня, вот, видите, сумма в том числе исчисленная в виде дивидендов имеет место быть. И здесь вообще вот то же самое, как вот очень много, вот налоговики говорят по вопросу, еще какого рода, а если зарплата начислялась, но не выплачивалась. Ну вот как они, как толоковы рекомендуют, ну, ноль он и есть, ноль. То есть дохода нет, значит, если, допустим, в первом квартале выплаты не было, то, а будет во втором квартале, уже это пойдет именно туда. А за первый квартал нет. Точно так же, как они говорят, что нулевку сдавать, например, не надо. То есть это, мне понравилась формулировка, это добровольное желание конкретной работы. Организация. Да. То есть налоговая сейчас стоит на какой позиции, что нулевку сдавать не надо. Но если организация решила добровольно ее сдать, то налоговая ее примет. А штат тысячи рублей за несколько. Но об этом история умалчивает. Так, то есть здесь как раз вот, вот я говорю, такие вот ситуации любопытные. Ну и вот еще одна вещичка. То есть с дивидендами здесь все абсолютно четко, программа вот показывает, здесь вот все корректно, все красивенько, никаких проблем нет. А вот она, вот она, да, да, то есть это все мы проверили. А вот есть еще, сейчас покажу, ну вот есть еще очень интересная постановка вопроса. Сейчас покажу, у меня даже вот я специально оставила. Вот тут у меня база немножечко другая. Ну, собственно, суть от этого не меняется. Так, опять же, чтобы удобнее показывать, я все сразу открою. Вот смотрите, значит, здесь ситуация какая. Вот в апреле был больничный лист. Ну вот он. Сейчас. Выплата 5 мая. Да? Да. Значит, дальше, если я сейчас начинаю делать 6 НДФЛ, это именинное сердце. У меня тут рояль в кустах частично есть. Так. Чтобы по шагу начаться. Ну вот смотрите. Ну, первый квартал, там никаких изысков, там вот опять же только суммы как положено, да. Так, ну, далее. Теперь я создаю 6 НДФЛ за полугодие. О, вот это мое любимое. Если не видели еще, то вот будьте добрыми. Вот это вот, опять же, изумительная вещь. За счет чего вот эта красота, ну, по крайней мере, у меня. За счет больничного. Тут вообще вот решение достаточно любопытное, но я не знаю, опять же, вот, мне кажется, достаточно спорное. Вот у меня есть некий Иванов, да. У этого Иванова, у этого Иванова вычетано 2 их детей. Да. И у Иванова заряплата 100 тысяч рубчиков. Значит, апрель месяц, на этот момент вот там начислять зарплату я буду последним числом месяца. Значит, когда я делаю начисление, как себя ведет программа. Иванова, изумительно совершенно, она задваивает мне суммы вычетов. Да, да. Это вот, я говорю, это не для слабонервных на самом деле. Почему она задваивает? Потому что по больничке у нас с вами весь учет идет-то не от даты, там, вот, документа и так далее, а идет от даты выплаты. Значит, программа считает, больничный апрельский. Зарплата за апрель не начислена. Но, может быть, вычет, она хлоп, раз по 1400 учла. Но дата выплата-то майская, а значит, в мае еще, может быть, вычет. Я вас умоляю. Она еще раз учла. Значит, что мы имеем в итоге? Вот сейчас прям покажу пошагово. Это, я говорю, это вот моя любимая часть вообще в настоящий момент. Что мы с вами имеем в итоге? Вот смотрите, Иванов, НДФЛ в апреле 560. Видели? И вот они 728. То есть программа сначала, она его дворит. Потом при начислении она соображает. То есть в данном конкретном случае, здесь еще смотрите, у меня получилась какая вещь изумительная совершенно. Сейчас покажу просто майское начисление зарплаты и Иванова. Вот у него, я не зря же уточнила, оклад 100 тысяч. А у нас с вами предел, помните, с этого года 350. То есть при начислении зарплаты, при начислении зарплаты, программа вот это дело-то все-таки учла мне. Она учла, она сказала, что у него, поняла, что у него не будет вычетов, и она сделала красную сторону. И плюс она еще до начислила НДФЛ. А вот дальше, да, с датой дохода, с датой получения дохода по дате выплаты больничного. То есть вот у нас тогда в итоге, в итоге получается, я не знаю, может быть это интересней на выплате показать даже вот, где у нас сейчас, секундочку, выплата за апрель. Так, я же там вернула обратно, извините, у меня там часть в кассе, часть в банке. Нет, зачем? Вот оно все. О, вот она красотень. Значит, вот у меня НДФЛ зарплата, но без комментариев, правильно? Дальше пошел НДФЛ по больничке, увидели? И плюс за счет вот этого вот высшего пилотажа с двойным учетом вычетов, она вот в конце концов, как раз когда при начислении поняла, что вычетов не положено, она их отстармировала и доначислила НДФЛ. А вот это, вот это вот в итоге в 6 НДФЛ выглядит, ну, по моему мнению, абсолютно жутким образом. Потому что дохода как такового нет, это доначислен НДФЛ, и вот она сумма. И опять же, вот никаких вот таких вот рекомендаций я не слышала. Ну как, вот опять же говорят, что ну, как хотите, перенесите это в зарплату. Ну вот, ну аналогический случай. То есть здесь, ну вот, я говорю, зрелище не для слабонервных. А что же на шоку листа что-то будет? Ну вот здесь я не знаю просто кому как удобнее на самом деле. Вот, но вот расчетный листок, я не знаю, мне не кажется, что он так уж во всех случаях нагляден. А мне больше нравится расшифровка. Вот вам расчетный листок. Где тут минус-плюс? У вас 2,5. У вас 2,5. У вас редакция 2,5. Там расчетный лист выглядит иначе немножко. Не, ну здесь тоже, в принципе, можно, в общем-то, в отчетах по зарплате, есть отчет расчетный листок, он, конечно, выглядит посимпатичнее, если вот это вот апрель, если это у меня Иванов, простите, если это у меня Иванов со всеми вытекающими последствиями. Ну вот перенести, то здесь, ну вот, вы знаете, каких только вариантов не пробовала. Честно, ничего, так, сейчас это у меня тут, я думаю, что ж такое, у меня отбор подразделения включен еще дополнительно. Все равно получается эффект один и тот же. Вот наиболее подробный вариант. Как это в трешке выглядит? Ну красиво. Ну красиво, не знаю. Вот в 2,5, я говорю, у вас другие листочки. Вот, но зато вот у вас 2,5 перечисление НДФЛ в бюджет. А здесь нет? А здесь другая технология есть. Вот, то есть, вот опять же, ну вот как вариант, это просто вот этот момент отслеживать. И ежели понадобится, просто ручками перенести. Вот сколько вот вариантов других как бы не пробовала. Здесь еще, видите, какой любопытный момент. Вот сейчас покажу. Вот если я, допустим, начинаю, да, то есть справлять, ну вот просто это я не буду потом сохранять, да, вот, то есть она мне мило так показывает. Если я хочу, я могу, да, я вот знаю, что у него не будет там. Вот хочу я и делаю я таким образом. Дату она запоминает. А вот то, что вычеты, вычеты, тут уже вот ничего хорошего не получается. Видите, она показывает, что вот стандартные имущественные вычеты вот таким вот образом. Ну вот, как об этом сказать, я не знаю, как об этом сказать, но вот, к сожалению, оно имеет место быть. Причем-то, я говорю, да, то она запоминает, а с вычетами получается все очень грустно, очень как-то некрасивенько, абсолютно некрасивенько. Ну, должны же чем-то программы отличаться в этой жизни. Так что есть такое дело. То есть вот еще один сюрприз от разработчика, потому что иначе как вот это вот назвать, я не знаю. Причем вот здесь, это в последнем обновлении, собственно, та же самая постановка вопроса. До сих пор, до сих пор это вот никак иначе не решено. Ну и, честно говоря, вот в данном случае, вот именно вот при такой постановке вопрос, как бы... Ну, как они говорят, они говорят, что они будут сверять, в частности, первый раздел, да, у нас с вами будет сверяться с чем? С 2 НДФЛ, правильно? И, соответственно, с декларацией по налогу на прибыль отдельные показатели. Второй раздел будет сверчаться с чем? С карточкой налогового агента. Ну, там же у нас с вами что-то учитывается при расчете налог на прибыль, что-то нет. А как же? Как они говорят, некоторые показатели. А, ну, может быть, в мире? Нет, конечно. Конечно. Вот мы заполнили, у нас только вот, опять же, все те же контрольные соотношения, которые спускаются налоговой, но вот, видите, сразу занижена сумма исчисленного налога. Ну, это результат моих махинаций, которые я, в общем-то, там вытворяла и не справляла. Но у нас с вами, у нас с вами вот только один вариант, только один вариант. То есть это вот через проверку. А уже непосредственно налоговая, да, вот как раз для них вот это, вот это все сделано, в первую очередь, для контроля чего? Да. А вот два НДФЛ, тут у нас с вами все равно не все совпадает, понимаете? О чем и речь, то есть они формулируют, они говорят, некоторые показатели, некоторые показатели. Точно так же, как вот существовала такая точка зрения, например, что еще можно сверять с РСВ-шкой. Вот, но опять же это все получается у нас с вами частично, потому что, вот смотрите, если я открываю, вот я даже специально как раз вот в расчете на это ее и делала. Вот у меня 6 НДФЛ за первый квартал. Вот у меня сумма начисленного налога и так далее. Вот у меня РСВ-шка. Первый месяц, второй месяц. Есть такое дело. Но ведь у нас-то в 6 НДФЛ получается, опять же, будет все равно разношение, потому что выплаты там попали, не попали, раз, дальше. Вот, как бы это, так, сейчас я вот попробую просто, к чему я веду. Нет, я немножечко сейчас не про то. Вот мне просто, чтобы удобнее показать. Это у нас второй квартал, правильно? Сейчас вот, если я апрель, сейчас, так, это у меня, так, все начисления, да, вот так вот, прям даже поступим кардинально. Просто поступим кардинально. Вот это. В декабриле они придумывают новую форму. А? В декабриле они придумывают новую форму, но у нас действительно же не стоит. Ох, не надо, а Грибуслава, все равно. Вы же понимаете, что это будет, потому что 6 НДФЛ очень не о чем. Ну, как, я, например, слышала точку зрения, что она прям вот практически идеальный вариант, вы знаете, то есть, опять же, это было мнение сотрудника налоговой инспекции, что прям вот она вся такая логичная, вся такая, да. Да, ну, за что купила, за то продаю, поэтому сейчас я просто вот хочу показать одну вещь, чтобы было понагляднее, и вот как раз вот по поводу вот этих всех расхождений, сейчас я просто пока вот эти вот апрельские документы. Ну, да, да, вот смотрите, значит, вот у меня, получается, остался март, живехонек. Так, так, если я все, да, все очистила. Вот если я просто интересу ради, интересу ради, вот возьму и в марте еще сделаю больничный, просто сейчас будет видно хорошо. Март, ну, там, я не знаю, например, там 20 марта, сейчас, ну, принципиально, там, будний день, выходной, пускай тот же любимый Иванов, это, опять же, не актуально. Правильно, поболел он, к примеру, к пятому марта по 17 марта. Вот, значит, смотрите, программа сделал расчет, правильно, дата выплаты идет 5 апреля. Значит, что у нас с вами получается в этом случае, и сейчас я начисление мартовское, соответственно, перезаполню и выплату. Вот еще, кстати, один вопрос, это вот вечная проблема, если идет сотрудник, часть надо по банку, а часть надо по кассе, тоже получается нечто неудобоваримое. Вот, смотрите, значит, она мне разносит суммы, да, так, и вот если я сейчас делаю 6 НДФЛ, разбивает, разбивает всегда, значит, если я сейчас буду делать 6 НДФЛ, значит, сначала я делаю за первый квартал, опять же, опять же, вот здесь, ну, по сути, все как есть, единственное, у меня туда немножечко сумма поменялась, ну, понятно, за счет больнички. Вот, а теперь, теперь, если я, ну, если я сделаю 6 НДФЛ, прям вот для чистоты эксперимента, да, за полугодие, и ее заполню, значит, смотрите, что у меня получается. Сумма начислена в доходы, видите, и, соответственно, вот второй раздел, второй раздел, он у меня выглядит следующим образом. Вот она опять, вот эта каталасия, ну, это все тот же товарищ Иванов. Ну, я, собственно, к чему веду, если мы говорим вот о тех же больничных и говорим о тех же отпусках. Так, вот, за март выплату убиваю для чистоты эксперимента и перезаполняю. Вот, есть же такое дело. А теперь я ему еще и возьму, и вот этот вот больничный, ну, мало ли, что-то у меня в голове. Я ему сделаю как межрасчетную выплату, но сделаю межрасчетную выплату 5 апреля. Значит, что у меня тогда получится в этой жизни. Так. Вот, с пресловутой 6 НДФЛ. Вот он у меня только больничный лист. Вот четко совершенно, то есть, вот я к чему веду. Сейчас. У меня сумма за первый квартал 860. Вот, 834, правильно? Ну, просто открытую перезаполнила. И плюс еще за полугодие 857. Помятую, что это нарастающим итогом. Значит, у меня получается, вот эта сумма-то формируется как? Это вот эти вот пресловутые 857 903 рубля и 94 копейки. Если я вычту из этой суммы, соответственно, 23 043, не 8. Вот они, 834. То есть, это вот высокохудожественные все эти расчеты ради чего? Ради того, чтобы еще раз обратить внимание на момент какого рода. Что вот у нас с вами, даже если больничный начислен в марте, выплата в апреле, значит, попадает в 6 НДФЛ за второе полугодие. В первом квартале искать не надо. И не надо искать не только во втором разделе. Там-то как раз все понятно, поскольку даты фактические. А просто надо помнить, что и больнички, и отпуска учитываются по дате выплаты. И если начислили в марте, а выплата в апреле, значит, сведения по этому больничному листу в первом квартале искать не стоит в 6 НДФЛ. Никогда в жизни его здесь не будет. То есть, вот это у меня сумма сейчас, я-то вот как раз к этому. Вот у меня сумма начисленного дохода, это за все, что было начислено за первый квартал, за минусом чего? Больничного листа. Та же самая, когда в связи с отпускными. Поэтому, когда вот заходит речь о проверке, вот как говорит налоговая, отдельные показатели. Вот в 6 НДФЛ, если для какой-то ячейки предусмотрена расшифровка, вы просто на нее встаете, нажимаете расшифровать. Я не знаю, мне вот этот вариант нравится просто совершенно изумительным образом. Просто, потому что здесь, то есть вот есть расшифровка для каждой суммы, во втором разделе точно так же вот, если вы говорите расшифровать, она там покажет. Но мне кажется, что глубже не проваливается абсолютно точно, то есть это уже тогда надо просто смотреть по отчетам и все. Вот, а вот именно на первом разделе, вот это вот, по-моему, красота необыкновенная. Просто необыкновенная. Потому что вот оно, смотрите, вот 10-10, это дивиденды. А попробуйте, вот здесь я не знаю, просто в 2.5, вот честно, не буду обманывать, но поэтому-то я говорю, я не знаю, в 2.5 предусмотрена такая возможность или нет. Но вот, смотрите, по-моему, очень красиво. Очень удобно, очень, вот спор нет. То есть вот, и причем вот таким образом, ну, вот любая сумма. Вот оно... Не, вот смотрите, сама программа, она вот когда... Ну вот, вот это все туда же. Вот сейчас, секунду покажу. Если вы имеете в виду, вот как в одновесии, то здесь-то вот как раз вот мы когда с вами создаем, да, ну, тоже 6 НДФЛ, да, допустим, за что ли там буду делать, я не знаю, за 9 месяцев, вот я ее когда заполняю и записываю, вот. Тут у нас с вами уже нет, то есть такая возможность предусмотрена. Вопрос просто вот как раз немножечко в другом. То есть есть вот они там предусмотрели, здесь все стандартно, как для любой налоговой отчетности. Вопрос просто в том, что вот опять же, в каких случаях? В каких случаях?